В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. И сегодня у нас в гостях представители фонда «Умка» Екатерина Кириллова и Ксения Попова. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, наверное, первый вопрос к вам. Вы директор фонда «Умка». С чего он начался? Откуда появился? Свою деятельность. Все мы начали давным-давно, конечно, уже больше 10 лет приблизительно. Сначала помогали другим фондам, организациям. Потом постепенно сошлись в одном фонде. Сплотились в команду. И в 2014 году основали свой фонд. Зарегистрировали его 28 июля 2014 года. Почему так захотели? Потому что сначала пристраиваешь одного котенка, потом второго котенка, третьего, четвертого, пятого, щеночки. И люди начинают тебе звонить уже, потому что видят, что ты пристраиваешь, и просят его взять. Когда животных становится много, ты понимаешь, что один ты уже не справляешься. Начинаешь искать помощи, соответственно, таких же людей, которые в этом заинтересованы. Ну и потихоньку подбирается команда таких же, близких по духу. Вот и все. 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Поэтому мы решили поговорить о животных, о том, как их пристраивать в семьи. И действительно, цель фонда Умка, я так понимаю, поправьте меня, если это не так, пристроить животное в семью. Это самая главная цель. То есть спасти это не самое сложное, а вот именно пристроить семью. На это уходят иногда годы. Но фонд Умка, он занимается только пристройством животных или это спасение, это помощь, это медицина, что как? Это целый процесс. Можно перебью, да? Пожалуйста. Это целый процесс. То есть от звонка, когда люди нашли животное, преимущественно мы забираем под опеку травмированных, искалеченных, больных, кому здесь и сейчас необходима медицинская помощь, наша помощь в том числе. У нас это целый процесс. Мы работаем с частными клиниками города. То есть сначала узнаем, есть ли место у них. Кооперируем. Если нужна машина, есть даже часть автоперевозок волонтеров, которые могут помочь машине. То есть уже настолько налажен процесс. Раньше мы это делали все сами, в своих машинах, свободное от работы время. А сейчас у нас уже сложился хороший такой активный коллектив. То есть человек позвонил, описал проблему. Если мы можем взять это животное, то уже дальше начинаются договоренности с клиникой, с автоперевозками. И это животное попадает уже под нашу опеку. А там все необходимое. Анализы, тесты, стерилизация, кастрация. Если необходимы какие-то операции, потому что часто к нам попадают переломанные животные. Все это оказывается необходимой помощь. И когда животное готово на выписку, то есть остается, допустим, только обработка и снятие швов, или там доколоть уколы, какие-то обычные процедуры. Это можем делать уже мы. Животное из клиники перевозится в наш центр реабилитации. Екатерина, сколько человек сейчас заняты деятельностью фонда УМКО? Ну, это волонтеры, это специалисты. Вот сколько человек в вашем фонде? Ну, команда постоянная – это приблизительно 10-12 человек. Почему я говорю 10-12? Потому что периодически мы уходим в декреты, рожаем детей, отходим от деятельности, потом возвращаемся. Вот, 10-12 – это такой основной костяк. Где-то еще человек в целом 50. Те, которые постоянно помогают. Время от времени, кто-то через день, кто-то раз в неделю, кто-то раз в месяц. Но это где-то 50 человек. Потому что, если, допустим, у кошек 4 человека, команда, которая убирает, заботится о них, то у собак где-то человек порядка 10. Потому что мы собак, у нас 60 сейчас, и сложно довольно-таки за ними ухаживать, тем более сейчас морозы начинаются. Ну, то есть, если у кошек где-то 4-5, у собак где-то человек 10, которые в течение недели приезжают. Но почти каждый день там наша… Ксюша, побудем я. А в выходные приезжают еще волонтеры, естественно, в свободное время уже, да? Помогают выгуливать собак, вычесывать, убирать вольеры и прочее. Ну, так где-то 50 человек, но это, я так говорю, образно прям. А животных сколько всего? 206. 206. Да, под нашей опекой. На сайте у нас есть даже счетчик, сколько кошек, сколько собак и сколько пристроенных в семьи животных. Их больше 1100. Это за все годы? За все годы. А в этом году есть какие-то данные? В этом году мы уже пристроили больше 200 животных. То есть это наш рекорд. И по количеству подопечных, ежемесячно находящихся под нашей опекой, и по количеству пристроенных животных. А как животные попадают в фонд? Их привозят люди, вы их сами где-то находите? Ну, для нас как бы уже находить самим, это, так скажем, такая роскошь. Потому что мы уже, конечно, примерно видим, да, там где-то стайка котят, но мы понимаем, что как бы, ну, не вытянем. Проходим мимо. Ну, в большинстве случаев, конечно, потому что понимаем, что как бы фонд не резиновый, всех, к сожалению, мы спасти не можем, потому что это можно вредить, количество можно вредить качеству. Вот. В основном это звонки от людей неравнодушных, в основном те, которые видят сбитых животных, покалеченных животных, ну, либо те, которые просто тоже мимо проходили, увидели, вот, и просят принять под опеку. То есть в основном это звонки от людей. Звонки и WhatsApp у нас на всех трех номерах подключили. Единственное, директ закрыли, потому что огромная тонна сообщений была. Просто отметки в каких-то постах было невозможно вот все это отслеживать. Мы решили уже именно сконцентрироваться именно на звонках и на WhatsApp. А я правильно понимаю, что вы, ну, если человек позвонит, да, скажет, вот здесь есть животные, там, котята в каком-то подвале, и есть сбитая какая-нибудь собака, предположим, вы скорее поможете той, которая сбита, чем тем котятам, которым бабушка подкармливает. К сожалению, приходится выбирать, да, потому что вот нам часто задают вопрос, а как вот к вам попасть? Вот эти к вам попали, а эти не попали. Как вот вы решаете? На самом деле, да, действительно, мы решаем. То есть если там уже животное не выживет без помощи человека, вот, тогда мы его везем в клинику. Если хотя бы есть опекуны или какие-то люди, которые могут покормить этих котят, да, там, потом их стерилизовать, возможно, оставить на месте, ведь все равно должны оставаться кошки в подвалах, к сожалению, но они должны быть, иначе нас просто крысы слопают. Вот, если есть такие люди, которые неравнодушны, да, у котят в подвале, и есть собака сбитая, собственно, которая так и будет валяться на обочине, и, к сожалению, там... Умрет. Умрет, да. Вот, то, конечно, мы выберем собаку. Девушки, ну, хочется отойти от собак и кошек. Это такой интересный просто вопрос. Я смотрю на вас, вы красавицы, вы умницы. Фонд – это ваше хобби, скажем так, или это ваша работа? Это стиль жизни. Это образ жизни, да. Да, образ жизни, а под него уже подписываем и основные работы, и семьи, и пытаемся немножечко отдыхать, но вот я иногда задаю себе вопрос, почему меня 8 лет назад никто не предупредил, что выходных не будет? Потому что это действительно так. Это просто у нас нет отдыха, у нас есть смена деятельности. Хобби, наверное, не назовешь, потому что все равно у нас еще и отдельные хобби есть. Кто-то там рисует, допустим, да, кто там ходит слушать рок-группы, допустим. У всех разный хобби, да, на самом деле, но работы у нас другие. То есть, как говорится, котлеты отдельно, мухи отдельно. Деньги мы зарабатываем в одном месте, а там, не знаю, душой отдыхаем в фонде. Ну, естественно, это уже стало таким образом в жизни, и иногда руки опускаются, и ты думаешь, как бы, сменить мне хобби или не сменить? Шутка, конечно. На самом деле, очень тяжело бывает, серьезно, бывает очень тяжело и морально, и слезы бывают, и руки опускаются, все это тоже бывает, да. Но это уже, наверное, до конца жизни с вами уже никуда не деться. Вообще, да, тем более мы же центр построили, он будет… Теперь уже, да, теперь уже никуда не деться. Уже никуда не деться. Да, кстати, о центре. Расскажите о нем немного. Кто? Ты, я? Ну, могу начать я. Ну, давай. Глобальную стройку мы начали в 2017 году, то есть прямо объявили, нашли участок, купили за деньги, то есть он не в аренде, нам его никто не дарил, то есть все было куплено, даже пришлось брать кредиты, но по-другому никак. Хотели свою собственность, потому что раньше у нас были либо платные передержки, либо арендуемые помещения под кошек, это большие деньги. Когда мы подбивали ежемесячные, ежегодные отчеты, мы видели, какие деньги уходят просто на аренду, а значит эти деньги потом в дальнейшем можно упустить на большее количество спасенных животных. И поэтому сначала это было шальной идеей, а потом мы уже вот три года как отстроились. Хэштег пока строим центр Румка мы не меняем, потому что стройка ежедневно продолжается. Что-то достраивается, что-то меняется, что-то переоборудуется. Сейчас у нас на территории вольеры для собак и двухэтажный котодом, то есть там только кошки. И пристройка. И вот сейчас мы строим теплую пристройку для собак, чтобы как раз-таки забирать с клиники животных, которые после операции сидят, потому что это дорого, 350-500 рублей в сутки стоит стационар для собаки. Вот. И чтобы принимать и содержать животных без подшерстка, лысеньких. Лысиков. Например, да, лысиков. Лысиков. Таких собак, как те же Стафы, вот у нас Рио, Метис, он очень лысенький, поэтому сейчас мы за него очень переживаем, стараемся поскорее построить. Цверкпинчер. Роликс, там Метис, не понять чего, но тоже у него нет подшерстка, он не справится. Мерз. Да, а раньше условием принятия животных под опеку было именно шерсть, возможность выжить в будке зимой в вольере. Вольер у нас хороший, будки утеплены, тем не менее, все-таки они же неотапливаемые. Этот дом, он выглядит, то есть как дом в нем. Это ум киноизбушка, и в нем два этажа. Это только животные или только кошки. Там он огромный. Там нет помещения. 200 квадратов он. И там только живность. Потому что люди приходят, говорят, а вы здесь живете? Я говорю, нет, живем мы в городе, здесь живут только кошки. Ну, у нас охрана постоянно там находится. У них сторожка. У них свой домик. Для кошек. Да. Кто-то вам помогал во всем этом? Люди. Люди. Обычные люди. Нет, обычно, если вы имеете в виду администрацию, то, к сожалению, пока нет. Пока это только люди, либо организации, либо частные пожертвования от людей. Либо кто-то, кто не может помогать деньгами, помогал. Кто-то стройматериалами, кто-то помогает кормами, кто-то помогает руками, машинами. Ксюша уже сказала про чат автоволонтеров. Кто еще может, кто-то помогает. Мы в следующем году очень хотим начать взаимодействовать с администрацией, как края, так и города, посредством субсидий. То есть в этом году мы уже много-много об этом разговариваем. Я надеюсь, что в следующем году мы хоть как-то начнем. Субсидии на стерилизацию. Да. На массовый отлов. Субсидии на стерилизацию. На стерилизацию. Но и на выпуск на улицу города. Потому что животные являются частью экосистемы. Они часть нашего города. И вот просто изжить их, убрать, удалить куда-то, переселить это невозможно. Будем пробовать менять устои, так сказать, сложившееся негативное мнение о бездомных животных. И постепенно сокращать их численность. Потому что животное, которое не будет давать потомство, останется в таком же количестве, на том же месте проживания, в каком оно выпускается. Ну да, и рано или поздно оно умрет своей смертью. Да, да. Просто святое место пусто не бывает. Многие считают, что если совсем убрать животных, совсем, то их вот все, и никогда не будет. На самом деле не так. Потому что придут с леса, придут другие животные. Я уже не говорю о том потоке, который идет от хозяев. То есть вот если, мне кажется, сейчас вот мы не фонд помощи бездомным животным, а фонд помощи домашним животным. Бывший домашний. Бывший домашний. Потому что такой поток идет от людей, которые отказываются. Причем усыплять они не могут, да, и по законодательству сейчас не могут, да, ну и как бы считают, что это там негуманно. А на улицу считают выпустить это гуманно. Вот. Так они пополняют ряды бездомных. Соответственно, сплодятся и пошло-поехало. То есть если бы мы сейчас на данный момент занимались только бездомными, которые родились на улице, мне кажется, мы бы уже справились. Вот прям стерилизовали бы их и оставили бы на улице уже, как бы, ну, до естественного исхода. А так как мы вынуждены заниматься еще хозяйскими, то есть этот поток, он не остановим. То есть берешь подвал, допустим, в подвале стерилизовал всех кошек, все хорошо, все спокойно. Бах, буквально месяц-два проходит, котята новые появляются. Откуда? Если все стерилизованы. Подкидывает. Люди смотрят, о, там кошечек подкармливают. Отлично. Туда-то мы и отнесем, да. Да, это грустно. Либо на места общественного, так сказать, посещения, вот как котята с ботанического сада. Ну, с коробкой, надежды, что разберут. Красивые, шикарные, явно с домашнего разведения, маленькие, даже сами не кушали. Им просто поставили там, по-моему, сухой корм и миску с водой, которую они перевернули, сразу в ней и искупались. На проходной в 8 утра в ботанический сад. Расчет на что? На то, что человек приедет с ребенком и почему-то захочет уехать с котенком. К сожалению, это бы закончилось трагически, но мы их собрали вот к себе. Они сейчас у нас потихонечку, потихонечку, полигонечку становятся похожими на котят, а не на личинок. И совсем скоро выложим на сайт, будем уже пристраивать. То есть они еще прям совсем молодцы? Они не могли есть самостоятельно. Мы их выкармливали с шприца, потом подложили кошке стерилизованную, у которой нет молока, но она просто выполняла функцию мытья. Потому что иначе мы бы их каждый день купали в ванны. Они учухивались в еде, они еще не могли самостоятельно вылизываться, поэтому это были такие маленькие чумазята. Благодаря кошке она смирилась со своей участью, она их хотя бы вылизывает, а они снова похожи на красивых, вкусно пахнущих детей. Да, вот нашим зрителям, те, кто хочет завести котенка, скоро подрастут к Новому году. Животных у нас очень много. Какие-то мероприятия, чтобы познакомить людей с вашими подопечными, проводятся? Конечно. Есть такое. Ксюша у нас как раз ответственная за мероприятие. Она не только выбирает какашки за собаками. Я универсальный солдат. Ксюша, расскажи. Сначала мы начинали участвовать в общегородских мероприятиях. Сначала просились. Просились на выставке кошек и собак. Ставили свою сувенирную продукцию, баночку, рассказывали о том, что помимо породистых животных, есть еще и беспородные, а часто и бездомные, которым тоже нужно обратить внимание и помочь. Потом начали выходить немножечко на другой уровень. Например, Светлана Баженова позвала нас в свой коллектив «Доброго Владика». Это тоже общегородское ежегодное мероприятие. Проводится дважды в год на День города и под Новый год. Правда, в связи с такой ситуацией у нас сейчас не проводился «Добрый Владик», но тем не менее мы, так сказать, всегда на связи. А потом мы, опять же, шальная мысль, мы поняли, что мы доросли до самостоятельных мероприятий и начали думать и работать в этом направлении. Благодаря общими усилиями мы смогли получить в прошлом году площадку Верхней спортивной набережной и провели первый на Дальнем Востоке марафон, выставку «Собак. Дорога домой». И сделали его ежегодно. В этом году мы уже тоже проводили мероприятие 5 сентября с огромным успехом. И мы имеем такую обратную связь, что понимаем, что хотелось бы сделать ее хотя бы два раза в год. Зимнюю и летнюю, так сказать. Тоже работаем в этом направлении. Помимо этого, у нас есть очень хорошие уже дружеские отношения с некоторыми торговыми центрами. Например, «Малый Гум», «Седанка Сити». Они пускали нас в «Теремушки». «Седанка Сити». Мы участвовали, проводили свои умкиные новые годы. Прямо на базе торговых центров. С собаками. С собаками, между прочим. Да, двух-трех небольших фишек именно в этом. Показать, насколько они хорошие, адаптированные, социальные. С ними можно общаться и сделать членом своей семьи потом уже после мероприятия. То есть мы их не раздаем, не отдаем. Вот прям сразу с бухты-барахты, так сказать. Это процесс у нас, можно сказать, занимает некоторое время. То есть мы обсуждаем все с людьми. Вот прям все, все условия, все особенности животных. Рассказываем про их судьбу до того, как они стали нашими подопечными. И уже если у человека это взвешенное решение, он точно уверен в том, что он хочет забрать, уже происходит момент передачи животного в семью. И мероприятия, когда мы их проводим, когда есть собаки, люди прям идут. Идут толпами и спрашивают, а где собаки, когда будут, до скольки они будут, а можно ли с ними сфотографироваться, пообщаться, а кто будет. У некоторых есть даже свои любимчики. У меня есть женщина, она постоянно приходила смотреть на гильзу. Вот постоянно она вот приходила на каждое наше мероприятие. Это был Новый год, по-моему, у нас был, и док-маркет. Там присутствовала гильза. И вот она говорила, что собачка, да. Она у нас очень озорная, очень умная. И женщина говорит, вот я, конечно, не решаюсь ее взять, но вот прихожу именно к ней. И про дорогу домой ты еще не уточнила, что это тоже мероприятие с собаками. 40. В первый раз мы привезли... На 17 наших вроде было. Да, и там несколько еще. Кстати, самое главное условие, не условие, а фишка, мы другие фонды тоже зовем. То есть это такое мероприятие. Общегородское. 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 Общегородское заузащитный флешмоб. Вот, да. Можно привезти своих подопечных. Они не обязательно должны быть именно нашими подопечными. Тоже выставить, показать, рассказать. То есть есть открытый, грубо говоря, микрофон. Пожалуйста, расскажите про собаку. У нас даже есть ведущий, если подготовите речь, то расскажет он. В этот раз у нас было 42 участника. Собак, я имею в виду. Но это очень много. Это было широкомасштабно. Сколько-то обрели семью? Кто-то из них поехал домой? Да, после этого уехала у нас Джеки в новый дом. Как раз это была вот Анна. Она приехала, посмотрела, познакомилась. Потом начала приезжать. По-моему, два или три раза она приезжала. Общалась с ней, гуляла, готовила, семью готовила. И все-таки вот все случилось, как говорится. По-моему, полтора месяца назад, уже полтора месяца прошло, как она стала домашней. Все у них хорошо. А была ситуация, кстати, это вот на тему, почему мы не раздаем сразу, как делают другие зоозащитные организации. Потому что вот как раз на дороге домой был щенок, опекун его принесла, двух щеночков. Я говорила, что давайте сейчас не будем торопиться. Молодые люди пришли, говорят, давайте не будем торопиться, дайте им время, обдумать все. Ну, в общем, они ее уломали, так скажем, и щенок уехал в новый дом. На следующий день он вернулся. Люди оказались не готовы. И вот когда люди приходят, особенно с детьми, дети говорят, мама, мама, да, и, конечно, вроде как родители соглашаются, потом понимают, что не тянут. Поэтому мы как раз против раздачи там, но познакомиться, узнать, что это вообще. Потому что люди, некоторые приходят на мероприятия, такие, о, да, а что такое фонд есть, а такие животные есть. То есть люди вообще, ну, как бы не знают, живут совершенно другим, как бы. А тут бах, в центре города, хорошая погода, набережная, а тут еще и собаки, оказывается, такое есть. И в чем еще обратная связь, которую мы видим? Люди начинают приезжать и становятся волонтерами и опекунами. Вот, да. Вот. То есть не только количество пристроенных животных, но и в том числе люди, которые, человек-единицы, как мы их называем, которые остаются потом с нами. Вот, допустим, у нас был ролик в сети кинотеатров Illusion. Вообще огромное им спасибо. До сих пор идёт. Он, да, нет, я имею в виду, что он запустился до пандемии, до вот этого всего карантина. И Елена, которая вообще не знала о существовании такой организации, пришла в кино с семьей, посмотрела, а потом приехала к нам на выходные. Она стала опекуном двух собак. И одного кота. Одного кота и хозяйкой нашей, параллельно еще хозяйкой нашей собаки. Вот. То есть и приезжает постоянно. То есть мы как бы обрели сразу хозяина, опекуна и постоянного волонтера. Да. Вот. То есть уже ролик, так скажем, себя окупил. Потому что иногда спрашивают, а как вы вот видите, как вот вы понимаете полезность, там, коэффициент полезности какой-то акции или мероприятия. Я говорю, ну, у нас вот пристроят для человека единицы. Ну, не пристроят тогда. А финпомощь тоже, конечно? Нет, ну, понятно. Финансовая помощь, это, естественно, без этого организация просто не сможет работать. Вот. Мы сейчас говорим о том, вот, о, как это сказать, не о количественных показателях, наверное, больше о качественных, что вот. Ну, я правильно понимаю, что, ну, понятно, хозяин – это хозяин. Волонтер – это тот, кто может помочь какой-либо помощью, у хозяйства, скажем так, да. Опекун – это тот, который берет на себя, ну, некую ответственность за животное, финансовую, может быть, да, какую-то за его там лечение, если оно необходимо и так далее. Да. Да, именно так. Программа опекунства, как раз мы смогли ее сделать, как только собаки переехали на нашу территорию, на наш центр. Она заключает в себя ежемесячную помощь в размере двух тысяч рублей. Это, я сразу скажу, это не окупает расходы ежемесячные на одну собаку. Это подспорье. Это вот уверенность, подспорье. Это вот та сумма, которую, в принципе, можно и пожертвовать на собаку, и не сильно в этом потерять, в собственном доходе, так сказать. И самое-самое главное условие – это почаще приезжать и общаться. То есть, если выбираем собаку, то это выгул, общение, там. Если вдруг нужно собаку перевезти куда-то, допустим, на марафон или в клинику на какую-то, ну, допустим, операцию, то, ну, опекун в первых рядах в этом случае. Ну, и никто не исключает таких вещей, как подарки, игрушки, красивые ошейники, например, поводочки. Почувствованные, фотографии красивые. Да, у нас, вот, то есть, фотографии, опять же, вот, как, например, Глашин, опекун, Настя, вот, у них прям космическая такая связь уже на протяжении двух лет, вот они все время вместе. А животные, когда пристраиваются, это стерилизованные, кастрированные? Кастрированные, привитые, собаки чипированные. И вы следите потом за их судьбой? Да, ну, скажу, что пристально, но на протяжении всей жизни животного. На протяжении всей жизни, да, то есть первое время по чуть-чуть, потихонечку, потом все реже, 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 то есть ненавязчиво, потому что некоторые люди, допустим, когда ты им говоришь, вы знаете, у нас будет ненавязчивое отслеживание, все сразу так пугаются, что к нам гости будете приезжать? Я говорю, да нет, что вы, нам бы самим к себе в гости успеть доехать. Ну, естественно, сначала ты с ним общаешься раз в день, потом через день, потом раз в неделю, потом раз в месяц ты запрашиваешь фотографии для счастливых историй, для сайта, потом раз в полгода, потом раз в год и поехали. То есть очень часто люди сами пишут, скидывают фотографии, видео, это наш бальзам на душу, которым по всем чатам мы своим внутренним делимся, радуемся. Естественно, если что-то случается с животным, какие-то болезни, еще любые консультации, все это мы ведем, подсказываем, помогаем. Нам главное, чтобы животное потом, чтобы все были довольны, и вы, и мы, и собака, и кошка, ну, я имею в виду хозяева, мы, собака, кошка, и чтобы потом на протяжении всего мы оставались как бы вот такой вот семьей, так скажем. Ну, вообще, это нормальная история, когда следят. У меня тоже дома живет кот, и заботчики спрашивают. Да, спрашивают. Абсолютно. Чрут фотографии папы, мамы. Мы им слили их, правда. Здорово. То есть как-то так. Еще интересная история, с Ксюшей мы говорили за эфиром, это какие-то уникальные имена, по которым вы отслеживаете животные. Да, есть такое. Стараемся, не стараемся, это обязательно правило, если так можно сказать. У каждого подопечного уникальное имя, которое не повторяется, потому что животных уже за столько лет было уже, можно сказать, больше тысячи. И чтобы отслеживать судьбу, чтобы в них не путаться, чтобы понимать, о ком идет речь, и вести раздел счастливых историй, мы даем уникальные имена. Их потом можно в семье менять, но мы записываем, допустим, Анна, хозяйка Фанагории, допустим. То есть мы уже знаем, в семье она может быть кем угодно, хоть на фане. Да, пожалуйста, как угодно. Хоть просто кошкой были у нас такие случаи, когда, здравствуйте, мы пристраивали вам такого-то, такого-то котика, как у него дела, как назвали, просто кот. Ну, у меня кот просто, просто кот. У меня месяц почти был просто кот, потом стал дюшер. Одну не лучше другого. Очень часто нас спрашивают, каким образом выбираем имена. Честно скажем, когда совсем уже нет фантазии, мы лезем на сайты, например, там, как назвать, щеночка или как назвать котика, и высматриваем там. Иногда устраиваем перекличку в сетях. В Инстаграме это имеет очень большой отклик, люди придумывают имена. Правда, часто они повторяются, но тут ничего не поделаешь, многие имена на слуху, да. И люди, наверное, даже не представляют себе, даже наши подписчики, о том, что за кадром более 1100 пристроенных животных, и, естественно, некоторые имена могли, ну, имена из предложенного их списка могли уже повторяться у нас и использоваться. А иногда это просто голоса из космоса, как, например, кот Турандот. Как можно было придумать, но Аня в стрессовой ситуации, привезя больного котенка в клинику, надо было срочно придумать имя для карточки, так как будет Турандот. До сих пор мы удивляемся, как так произошло. Коль бутерброд. Да, вот такой. Сенатор у нас вот сейчас. А это классика жанра называть маленьких собачек, как-нибудь Шварц, например. Мустанг, кто у нас был, я уж не помню. Тойчик. Той, по-моему, да. Мустанг. Кто там еще? А Роликс, собственно? Роликс, да, он тоже такой вот маленький. Метиск папа-мунорка-мама-бобер, короче. И телефоны, и что-то вот такое понабешанное, а он у нас Роликс. Да. Просто самим приятно называть как-то вот такими именами. Понятно, что дома все такие муси-муси. Хотя у меня вот, допустим, кошку зовут Кася, да, моя личная, которая уже там больше 12 лет. А вообще она Гамотра Мазеповна Крузенштерн. О, боже мой. Ну, дома, понятно, она просто Кася. Вот, не, имена это прям интересно, когда вот, допустим, девочки, давайте выберем имя. И начинается вот это вот. Если как бы все согласны, да, большинством голосов выбираем это. Если нет, начинаем думать что-то другое. Еще есть такое, допустим, не называть богами, да, не называть какими-то писателями. Хотя вот, допустим, ну, писатели-композиторы, да, мы так уже думали, что какая-то вот, может быть, это действительно какая-то энергетика, я не знаю. Но что-то какой-то вот отпечаточек накладывает, мне кажется. Опять же, собака Гильза. Вот как мы ее назвали, такая она и есть. Вот это вот электровение. Вот, поэтому мы тоже так стараемся, что если собака, видим какие-то там, может быть, какие-то агрессивные моменты, то стараемся называть так, чтобы она, имя прибавляло ей какой-то мягкости. Или наоборот, если она такая вот зашуганная, может быть, чтобы она расправила крылья, ну, что-то вот такое. Как корабль назовешь, так и плывет. Ну, да, какого-нибудь такого забитого щеночка Рэмбо. Ну, типа того, да. Да-да-да-да. Вопрос такой, как вам помочь и какая нужна помощь? Любая. Пожалуйста, вот. Ну, естественно, я уже сказала финансы. Это основное, без этого, к сожалению, мы не сможем работать, на том и есть фонд. Очень часто люди задают вопрос, вот у вас приют, или что у вас, или фонд. У нас фонд. Фонд – это организация, которая аккумулирует какие-то ресурсы, да, это либо финансы, там, не знаю, корма в нашем случае, да, то есть ресурсы могут быть разные. А потом их раздает, раздает либо на наших подопечных, либо на людей, которые просят помощи. Допустим, это вот различные бабули, которые подкармливают, которые у себя держат, стерилизуют их тоже, вот там, иногда там квартиры, знаете, наслышанного, наверное, 15-20 кошек. Мы стараемся им помогать, в том числе стерилизовать, кастрировать этих животных, помогать кормами. Вот, то есть фонд – это организация аккумулирующая. Вот, естественно, финансы нам нужны в первую очередь. Вот, второе – это человек-единицы, как я люблю говорить, это те люди, которые нам помогают, без них мы просто не сможем быть точно так же, как и без финансов. Вот, это и нанятые люди, да, там, в том числе и охрана, люди, которые помогают в уборке, вот, у которых оплачивается труд, и люди, которые просто приезжают помогать, вот, машины, корма, игрушки, да, допустим, кто-то сажает клумбу, засаживает клумбу, то есть, ну, у человека вот такой уровень, у нас в этом году появилась клумба, то есть мы позвали девочек, сказали, вот, творите, пожалуйста, виноград кто-то делает, там, вот у нас, допустим, мужчина Владимир появился, он просто приезжает, какие-то вот подручными средствами что-то там, перевозит песок, раскидывает там землю, колотит вольер, то есть потихонечку помогает, то есть он не может помогать финансовый чем-то, оно помогает вот руками, кто-то может машиной помогать, пожалуйста, перевозки, туда-образно привези, отвези, баночки расставить, тоже отдельные волонтеры, вот, баночки для сбора средств, ящики для сбора средств, ну, ящики для баночки, да, люди, которые отдельно будут приезжать и следить только за баночками, потому что сейчас организация стала довольно большой, следить за всем плохо, поэтому, не плохо, вернее, сложно получается, поэтому люди нам нужны тоже, вот, что деньги, что люди одинаковые. И вопрос, наверное, для тех, кто нашел животное, да, то есть уже под завершение программы, я не говорю, что нужно бежать обращаться в фонд, просто, если человек находит, что ему делать? Вот вы, как специалисты в этой области, что ему делать? А, это очень сложный вопрос, потому что, ну, в большинстве случаев нам приходится отказывать по подобным звонкам или обращениям, то есть если человек находит какого-то больного, травмированного, тут в большинстве случаев мы стараемся брать под опеку, то есть тут мы уже расскажем, что нужно делать, куда везти, скажем, адрес клиники и что потом будет необходимо, то есть нет такого, чтобы мы сказали, вот, везите в клинику, заплатите деньги, но потом мы возьмем под опеку. Нет, мы даже не решаем вопрос финансовый, когда вот так стоит такой острый момент, тут уже дальше будем, либо сборы, либо люди сами будут частично как-то помогать финансово. Но, а если это, ну, вот, как чаще всего бывает, там, стая живущая за домом, стая собак, или там 20 кошек под подъездом в подвале, которых бабушки кормят непонять чем, то, ну, тут только пробовать на месте их стерилизовать и выпускать обратно, но под опеку мы всех взять не можем физически. То есть если человек идет на его пути, попался, маленький, бедненький котенок, который просто плачет, сидит на асфальте, то у нас тоже сжимается сердце, кровь обливается, мы очень часто плачем потом после таких звонков, особенно когда они пищат в трубку, параллельно человек звонит, говорит, животное пищит или лает в трубку, очень сложно, но часто приходится отказывать. Почему? Здесь и сейчас взять всех животных, вот все десятки, о ком нам сообщают ежедневно, это просто физически нереально. Но если человек найдет возможность поддержать у себя пару недель, это животное, допустим, про того же найденного котенка, то вот тут-то мы уже постараемся, вот как только лимит человеческого терпения там или там финансов, если определят на платную передержку, будет исчерпан, мы постараемся взять его под опеку. Нам просто нужно время, чтобы найти место. Здесь и сейчас это очень сложно, это только через клинику, а в клинике нужно сидеть под каким-то предлогом, то есть чаще всего это какие-то операции, лечения, травмы. А если у животного все в порядке, слава богу, он жив и здоров, то тут постараться как-то принять ту сторону, что мы возьмем под опеку, мы поможем, но не сейчас, должно будет пройти какое-то время. Пара недель, иногда вставим в очередь кошек, проходит пара месяцев, но тут зависит не от нас. Зависит только от того, сколько животных мы вот за эти пара месяцев, месяцев пристроим под опеку, кошмар. Вот, то есть мы напрямую никак не можем повлиять на быстроту и на количество животных, которых мы принимаем под опеку. Это зависит от тех людей, которые решатся и возьмут у нас кого-то из наших подопечных в свою семью, тем самым место освободится. Два. Одно место освобождается, которое уезжает, животное в новый дом, и второе, которое, животное принимается в фонд. Вот сейчас это и была неправильная фраза. Это две жизни человек спасает тем самым, а место одно. Да, место одно, а жизнь, а жизнь, а жизнь две. Знаете, я вспоминаю такую хорошую историю, и хочется, чтобы таких историй было побольше. Эта история произошла с моей однокурсницей, когда она была еще маленькая. У нее жил кот Снежок, они где-то вот были в подвалах, непонятно где, и какая-то бабулечка ей сказала, ну ты вот подержи у себя его тут пару дней, а через пару дней он приду за перрон. Естественно, никакая бабулька за ней не была. А кот благополучную, счастливую жизнь прожил, в общем-то, в любви, холи, неги и так далее. Вопрос последний. Как взять у вас животное? Позвонить мы расскажем. Самый интересный, Ксюль, остался такой грустный вопрос, мне веселый. Да. Позвонить, написать. Ватсап сейчас очень многие пользуются. Либо позвонить. Мы обсуждаем по телефону какие-то, допустим, что человек хочет, что мы можем предложить. Потом назначаются те самые смотрины. Смотрины – это мероприятие, когда люди приезжают к нам, знакомятся с подопечным, собакой или кошкой. Обдумывают все. И если всех все устраивают, то животное уезжает на испытательный срок. Это приблизительно месяц, плюс, там, минус неделя, сколько надо. За это время люди понимают, что да, они хотят, они готовы. И оставляют животное у себя, как говорится, навеки вечно. Холить, любить, лелеять. Мы животных отдаем по договору с выдачей паспорта ветеринарного. Люди часто могут пугаться, что такое договор, какие-то паспортные данные, еще что-то. В этом ничего такого страшного абсолютно нет. И в договоре ничего страшного нет. Как я часто повторяю по телефону – холить, любить, лелеять, кормить хорошо, вовремя предоставлять ветеринарную помощь. А там уже мы расскажем, какими кормами, как прививать и прочее. То есть ничего сложного нет. Бывают ситуации, когда мы не отдаем животных, такое действительно есть. Это кошки в частные дома, потому что если есть доступ к улице, животное чаще всего уйдет и не вернется. Бесспорно, кто-то проживет 20 лет. Это будет ответственность того человека, который животное взял с улицы, подобрал себя, приютил и все, и 20 лет с ним жил. Но когда мы сами его выкормили, поставили, как говорится, на лапы, отдали, и потом поддерживаем связь, узнавая о том, что животное выбежало на улицу, допустим, и погибло. Да. То есть если человек нам говорит, что в условиях города будет выгул на улицу кошек, естественно, мы либо обсуждаем, либо если он категорически нет, ну и мы категорически нет. Мы не отдаем собак на базы, стоянки и прочие вот эти вот объекты. Почему? Потому что, во-первых, сейчас уже такой век, что собака на охрану, ну, мне кажется, это атовизм цивилизации. Потому что сейчас есть камеры видеонаблюдения, охрана и прочее. Да, иногда собака нужна, но тогда, пожалуйста, сами выкормили, сами ответственность несем. Потому что была у нас ситуация, когда мы пристроили на базу три собаки, одна была наша и две еще с других организаций. Нам утверждали знакомый, утверждал, что все будет хорошо, что база его. Прошло, наверное, полгода, может быть, год. И звонок раздался прямо под Новый год. Забирайте собак, я продаю базу. Три огромных собаки, причем такие охранники, ну, то есть такие довольно агрессивные на чужих людей. И поэтому мы зареклись, что нет, вот мы туда не сможем. Потому что и так-то возвраты бывают, и от людей бывают, и из квартир возвращают, но тогда хотя бы еще собаки социальные, их можно по других людей адаптировать. А когда с баз возвращают, вот. Ну и кошек, крысоловок мы не пристраиваем. У нас таких нет, у нас уже все, как говорится. Мы изъялись с улицы, у нас домашние плюшки пушистые, лысые. Вот, ну, если сфинксы, я имею в виду. Они уже как бы и не хотят ловить мышей, они все-таки домашние пуфики. Но есть ситуация, когда мы собираем информацию, люди обращаются, вот там кошечка хорошая, крысоловка, может быть, куда-то там. От опекунов. От опекунов, да. И тогда мы можем из людей сконнектить, сказать, вот, пожалуйста, есть кошка, забирайте, вот сами за ней там следите. Ну вот, то есть ничего такого сложного нет. Было бы, как говорится, желание. Хотела дополнить, что у нас вся информация есть в свободном доступе. То есть человек может открыть наш сайт, и там есть целый раздел для хозяев. Памятка для хозяев, чтобы понять, к чему приучены наши животные. И как раз-таки текст договора. Чтобы заранее ознакомиться, чтобы, если есть какие-то вопросы, как раз по телефонному разговору, их задать, все обсудить. Ну, или, по крайней мере, есть люди, которые не пойдут на такие условия, но они смогут взять с форпоста любого там котенка, их там тысяч. Вот. То есть стараемся вот такие моменты сразу оговорить, еще на этапе вот телефонного звонка. Девушки, я желаю вашему фонду, фонду «Умка» как можно больше добрых историй со счастливым концом. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». У нас в гостях были представители фонда «Умка» Екатерина Кириллова и Ксения Попова. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин